Всем привет, меня зовут Илья, и сегодняшнее видео это как маленький праздник для бас-гитаристов, так как, судя по комментариям, много людей ждали этого формата, этого видео. Действительно, фанк-музыка это некая сакральная, некая особенная в жизни любого бас-гитариста, и бас-гитара в фанке занимает особое место. Если мы слышим, что группа играет в фанк, это значит уже априори мы понимаем и знаем, что там мега крутой бас-гитарист, который знает все и вся, который играет крутые грувы и знает что-то об этой жизни. Сегодня я попытаюсь в этом видео посмотреть на эту проблему с точки зрения бас-гитариста, с точки зрения человека, которому нужно играть. Кому адресовано это видео, кому оно будет полезно? В первую очередь людям, которым нравится бас-гитара всей душой, они любят этот инструмент и хотят двигаться дальше, развиваться, в том числе и в сторону фанк. Это очевидно. Второе. Люди, которые что-то играют, у них уже есть опыт, они даже как-то варятся в этой теме, и многое знают, все знают там в этом, около этой темы, но не хватает какой-то, может быть, систематизации знаний, разложить по полочкам, вспомнить основы, еще раз проговорить вслух. Это тоже суперполезно. Иногда надо приговаривать слух знания, которые у тебя есть. Это пригождается и очень помогает по жизни. И третье. Суперполезно будет тем людям, которые хотят освоить современные стили, типа хип-хопа, рэпа, современной танцевальной какую-то музыку, потому что у этой музыки корни, они кроются именно там, вот, в фанке 70-х, 80-х, в соуле, в фанке, в R&B и в тому подобной танцевальной музыке. Начну сначала. В середине века, в 50-х годах, произошла революция в области музыки, звукозаписи и вообще индустрии музыкальной. Это связано с несколькими событиями. Во-первых, изобрен был Fender Precision Bass в 50-х годах, что вывело бас-гитару и вообще звук баса на совершенно другой уровень. Это теперь не стало элитным каким-то инструментом, контрабасом, который могли только некоторые люди иметь. Бас-гитара стала массовым инструментом. Любой человек мог купить, дома себе повесить на полку или поставить в угол. Это стало массовым инструментом. Это была, можно сказать, революция. Это был первый такой массовый бас, Fender Precision. Это первое. Второе. В это же время сильно скакануло вверх развитие звукозаписи, развитие воспроизведения музыки, качества воспроизведения. И бас-гитара начала быть слышна на записи. Если раньше, в 30-х и 40-х играл контрабасист на записи, например, что-то, и мы могли только примерно угадывать, там, на виниле, где-то, какие он ноты играет, то с середины века с изобретением бас-гитары, электрической, Fender, бас стал читаться, бас стал... Его стало слышно, его можно было снять. Он стал ярким, он выходил на первые роли. И все это стало популяризировать бас-гитару и вывело ее, так скажем, в один из самых... в ряд с самыми популярными инструментами, особенно в поп-музыке. Естественно, звукорежиссеры и музыканты начали экспериментировать с этим новым звуком, с новым грувом бас-гитары. И звукорежиссеры студии звукозаписи Matown Records, американской, выдвинули чисто случайно, ну, с помощью, может быть, не случайно, какие-то эксперименты они делали, искали этот новый звук, выдвинули бас-гитару на первую роль, и получилось вот это вот фанковое звучание. Даже такой стиль был Matown. Далее, все вы знаете, это можно сказать, что в середине 60-х родоначальник традиционного фанка это нас Джеймс Браун, когда фанк отмежевался от соло и стал более коммерческим, стал более бунтарским, в отличие от соло, который был религиозной музыкой, фанк пошел в сторону коммертизации, и появился такой... появился Джеймс Браун и все остальные. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, особенность номер один. Начнем сначала, это специфическая важная роль бас-гитариста. Фанк для басиста это как экзамен. Сразу понятно, человек начинает играть фанк, что за человек. Любит ли он музыку, любит ли он бас-гитару, много ли он занимается вообще, кайфует ли он от этого процесса. По фанку очень много видно. Конечно, бас-гитара в любом стиле супер важная. Кто забыл, можете посмотреть еще раз мое видео про мифы. Но здесь это особая роль. Это культ просто бас-гитаре, фанке. Грув здесь самое главное. Ритм это очень важно. Здесь задача бас-гитариста сделать так, чтобы ни один человек, когда он прослушивает вашу музыку, вашу игру, не смог отвлечься от вашего ритма ни на секунду. Играет музыка. Играет музыка. Вторая особенность фанковой музыки – это супер важность 16-х нот. Здесь это как основа, на этом жиждится 80% фанка 16-й ноты. Это не как в поп-музыке или рок-музыке, где это скорее не ординами, с отклонениями, какой-то доп. Здесь это в порядке вещей. Пульсация с 16-ми. Барабанщик ее четко держит. Даже если он на хете играет восьмыми, то он это делает так, что они на стыке с 16-ми. Это всегда в голове пульсация с 16-ми. Это можно делать как по сторис, например, интенсивно. Или, например, просто с паузами. Это тоже 16-й. И так, и так. Пульсация с 16-ми. В голове четко. Раз, два, 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 раз. И все отлично. Третья особенность фанковой басовой линии – это большое количество мертвых нот или приглушенных. Они здесь выполняют несколько функций. Во-первых, делают бас рельефнее грувою, раскачивая его. Мертвые ноты традиционно делают ярче следующую полнозвучащую ноту. Проталкивают ее вперед. И создают некое дыхание. Это первое. Делает мясистости партии. И также позволяет лучше держаться в 16-й пульсации. Благодаря ним, благодаря этим мертвым нотам, партия звучит слитнее. Это как в свинге соединяем аккорды с плавно близкими нотами, так и мертвый нот соединяет эти части вот этого рифа, заполняет пространство и делают бас более насыщенным. Я не очень люблю упражнения, потому что считаю, что они нужны лишь в одном случае. Когда у вас, например, есть какое-то слабое место, какой-то момент технический или теоретический, с которым вам тяжело справиться, у вас не получается, вы его выделяете и играете упражнения на эту тему конкретно. Например, пентатоника, 16 ноты, вы конкретно с ними работаете и играете какое-то упражнение. Для того, чтобы преодолеть это и идти дальше. То есть выделить какой-то участок своей игры и на ним поработать отдельно. Только для этого нужны упражнения. Для остальных случаев не нужны. И здесь вот по поводу, раз уж мы затронули тему 16 плюс мертвые ноты, есть отличное упражнение, которое уничтожит этих двух зайцев сразу. Поможет прокачаться в этом направлении. Но здесь нужен метроном. Суть этого упражнения кроется в том, что мы играем 16 ноты, но чередуя мертвые и полноценно звучащие обычные ноты. Но мы делаем это не просто хаотично, а правильно. На каждую 16. На первую, на вторую, на третью, на четвертую, на шестнадцатую. Чередуя. При этом надо следить за тем, чтобы мертвые ноты были громкие. Вот мы поймали эту 16, можно даже чуть помедленнее. Потому что вообще рекомендую помедленнее. Это я очень что-то махнул. Дал жару. Например, можно 81 или 80. Поймали темп. Поймали вот эти 16. И опять. Вторая 16. Третья 16. И так далее. Чередуя. Вставляем полноценную ноту в разные места в доле. Это упражнение, оно универсальное. И гитаристы его играют только аккордами. Это такая фанковая, вообще фанковая тема. Очень важно для того, чтобы чувствовать 16. А фанке важно почувствовать, прочувствовать и уметь пользоваться этой долей 16 нотами. Четвертая особенность фанковой музыки. Это синкопированные мелодии. Отсюда и синкопированный ритм. Потому что мелодия это альфа. От мелодии очень много зависит. В том числе и линия баса. Практически полностью. Если что. Синкопированные мелодии, которые повторяются короткими отрезками. Особенно это касается духовой секции, труп, саксофонов. Здесь очень много синкоп. Представим, что это играет 30 секций. Я попробую показать такую традиционную фанковую тему. Которая зацикленная и очень синкопированная. Здесь в целом две синкопы. Первая. Вот она. И вторая синкопа. Синкопа это когда мы делаем акцент не на сильную долю, не на раз, а на и. И фанки этого много. Отсюда и ритм. Отсюда и акценты барабанщика. Отсюда и акценты в аккомпанементе. Отсюда и ритм секции акценты. Мелодия очень много делает. И также в этой духовой теме. В этом духовом музыкальном празднике. Важно то, что партии и сами мелодии очень коротенькие. И нарезаны кусочками. Постоянно зацикленные. Как будто бы гипнотизируют вот это вот мощой духовых инструментов. Эта моща гипнотизирует. И все это еще с басом жирно звучит. Это очень круто. Пятая особенность фанковой музыки. Не хотел сегодня говорить про слэп, но придется. Активное использование техники слэпа. И считается, что именно на заре фанка возникла и техника слэпа. И они как бы вот очень вместе сплетены. И скажем, слэп он и есть как от фанка. Это и есть фанковая манера игры, которая именно как исконно фанка. Что касается основы фанковых рифов, фанковых грувов, самого скелета вот этих партий. Я чаще всего наблюдаю это такое сочетание, как две шестнадцатые. У нас начинается скелет с двух шестнадцатых. Это традиционно. Потому что шестнадцатые они задают вот эту пульсацию. Это первая основа. Вторая основа часто встречается в фанке. Это восьмая с точки плюс шестнадцатая. Их можно также варьировать. Справедливости ради хочется сказать о том, что существует лишь один способ научиться играть круто, фирменно, как фирмачи. Это снимать партии фирмачей, копировать их манеру игры. Скорпулезно каждую деталь, каждую нотку, каждую мертвую ноту, каждую синкопу снимать и пытаться играть как они. Перелопатить всю африканскую музыку в идеале для того, чтобы понять, как это все строится, как этот грув устроен. Потому что у этих людей, которые делали эту музыку, у них это все в культуре. У них это с рождения, с молоком матери. Поэтому только самому изучив эту культуру, можно примерно приблизиться. Особенно в фанке, особенно в свинге, в басанове, в таких традиционных стилях. Здесь только съем, копирование, только копирование корней. В идеале еще съездить самому в племена, посмотреть, послушать. Это будет вообще круто. В заключение скажу, что сегодня фанк присутствует в огромном количестве стилей. Особенно в рэпе, в хип-хопе, в диско, в каких-то танцевальных стилях. Он есть во фьюжне, очень много во фьюжне. И в игре, в манении игры крутых бас-гитаристов мира известных, фьюжновых, очень много фанка. На них фанк повлиял на всех почти. Почти на всех. Невозможно, никто не прошел мимо фанка. Это очень мощная такая основа для любого грувера, для любого компаниатора. Фанк. Здесь вот есть вот этот стержень, который нужен. Если я что-то где-то ошибся, забыл, где-то что-то недосказал, что-то не так и прочее. Пишите в комментариях какие-то упустил особенности фанка, каких-то исполнителей. Все это пишите, все прочитаю. Все на ошибках поработано своими. А сегодня все. Буду завершаться. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, лайки ставьте, загадите в группу ВК. Там будут табы традиционные, как обычно. Кому, если понравились какие-то рифы отсюда. Все. Всем любви, доброты. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.